Я Игорь Вяльц, защитник баскетбольного клуба Химки. Я расскажу вам, что зона – это не только Роман Довлатов. Когда тренер говорит «играем в зону», это не значит огораживать кольцо колючей проволокой. Но забить туда будет очень сложно. Начнем с того, что есть два вида защиты. Это зонная защита и личная защита. Чем они отличаются? Отличаются тем, что личная защита – ты играешь с каждым игроком персонально. То есть нужно много бегать, проходить за слонов и всего остального. Зона – это ты защищаешь конкретное место, свое пространство. Есть варианты зон, несколько вариантов защиты зоны. То есть есть 1-3-1, есть 3-2, есть 2-3 установка. Я, как защитник, играю в основном в передней зоне, то есть это периметр. А большие игроки играют сзади, непосредственно под кольцом. Мне не нужно бегать, мне не нужно прыгать куда-то. У меня есть 3 метра в одну сторону, 3 метра в другую сторону. Я должен защищать свое пространство. Другое пространство защищает другой защитник. Поэтому я считаю, что зоны защищаться гораздо легче, чем лично. Потому что ты тратишь меньше энергии. Зонная защита – это в первую очередь коммуникация между игроками, между пятеркой, которая играет в защиту. Потому что здесь нужно передавать друг другу игроков, нужно говорить, нужно подсказывать, нужно много двигаться и много крутить головой. Я считаю, что в зоне гораздо легче играть, но в то же время нужно много думать. Начнем с простейшего – зона 2-3. Это первый номер играет впереди, второй номер играет тоже впереди. Первая зона. А три больших, сзади играю, называется зона 2-3. Я играю в основном впереди, так как я маленький, и я должен больше двигаться и больше выполнять черновой работой. То есть помогать и большим, и в то же время не забывать про маленьких. Я вам покажу простейшие движения в зоне. Это в первую очередь защитная стойка, как в любой защите. Ты должен сесть в ноги как можно ниже. Ты должен видеть своего оппонента, тот, который находится в своей зоне. И также ты должен видеть всех своих защитников и нападающих. Это говорит о том, что ты должен отступить и видеть мяч своего защитника, свою зону, не выпускать игроков и много двигаться. Много двигаться и в первую очередь работать должны у тебя руки. Если ты будешь просто играть в защитные стойки и смотреть на мяч, тебе будут проходить пасы где угодно. Нужно работать руками, как мельницы. Очень много и кропотливо. Может быть где-то и когда-то ты зацепишь мяч, и мы перехватим этот мяч. И убежим быстро по рейтам. Как говорится, зона — это не идеальный вид защиты. В основном все играют лично. Но если же вы не справляетесь лично, может быть команда вас хорошо разобрала, или пошли броски, или очень много проходов изнутри, нужно что-то изменить. Изменить ритм игры, нужно поставить зону. Зона — это тот вид защиты, который снижает темп игры, не дает много проходов под кольцо. В первую очередь нужно играть очень близко к своему оппоненту, потому что в нашем чемпионате очень много снайперов, очень сильных игроков, которые могут забить любую дистанцию. Я стараюсь играть к этим игрокам с предельной внимательностью, их очень близко, и стараюсь не дать даже вздохнуть спокойно ему, потому что если же дашь чуть слабину, то тебе тут же забьют 2 или 3 очка и без пола. Поэтому я стараюсь играть с ним очень близко, и стараюсь постоянно подталкивать его, подтрунивать, подначить, чтобы он думал больше обо мне, а не об игре. Отправь соперника в зону отчуждения. Отправь соперника в зону отчуждения.